АПЛОДИСМЕНТЫ Калмыков. Фанаты московского торпеда просто включают сейчас этот матч. И ностальгирует опасный момент. Кирилл Панченко бил. И рядом со штангой ворот Данила Баринова мяч прилетает. Очень классное выселение. Очень яркий игрок. И смотрим подачу с углового в центр. Мяч летит. И здесь снова каким-то чудом запихивает. И это Манелов. Это Манелов. Это Ираклий Манелов. 1-0. Не зря внимания на него обращал Шамиль Гаджиев. 1-0. Ираклий Манелов добивает мяч в створ. Ворот столь долгожданное. Результативное действие вот этого атакующего хава, который давненько не забивал и не отдавал голевые передачи в официальных матчах. Сейчас оказался самым... Слева открытостимир Гордюшенко. Может и пробить, но и передачу тонкую в состоянии он отдать. Катится мяч дальше. Удар. Это гол 1-1. И кто же это? Мухаммад Султонов. Абсолютно верно. Мухаммад Султонов. Первый гол после возвращения в лучшую лигу мира. 1-1. 26-я минута. Первый толковый и основательный созданный с игры момент в исполнении москвичей. Завершается голом. Ну и как показалось, не лучшим образом сыграл в этом эпизоде Антон Коченков. Причем представляющих обе команды. Длинная передача. Удар. Это гол. И это гол, который не будет засчитан, поскольку уже зажигает флажок арбитр на дальней бровке. Но там явно офсайд. Ну, по ракурсу, наверное, да. Ты сказал, выделил бы его по такому полю. Мяч двигается. Это хорошо. Калмыков головой в 9 хотел попасть. И Коченков вытаскивает. Да, на сей раз офсайд не был зафиксирован в правильном положении. И, судя по всему, был Амур Калмыков. Передача из глубины мясорубку под возможный какой-то удар протыкающий. Следует навес удар Коченков. А не зашел ли мяч за линию ворот? Остается вопрос открытым. Да. 2-1. 2-1. Защитывает Константин Авельянов. В гол. Вся скамейка и вся родина давила на него. И все-таки, посоветовавшись, я так понимаю, с боковым арбитром на дальней бровке. Кто там у нас? Алексей Пилых, по-моему, да, дежурит? Вот с ним, как раз-таки посовещавшись, решили, что гол засчитан. Возмущается вся Тула. Хватает футболистов, которые могли бы там оказаться. Но в итоге сегодня вне заявки на игру длинный пас. Оббекает Тимошенко. Бьет в дальний угол. И катится мяч туда. Под штангу. 3-1. Как же на скорости, на трех шагах буквально оббежал Кио Григалаву. Тимошенко и дальше смотрел за тем, как катится мяч, будто бы в боулинге. Ожидая, собьет он оставшуюся Кеглю или нет? Сбил. 3-1. Ну, вопросы Геи Григалаве. Вопросы Геи Григалаве, по сути, из-под которого Тимошенко и выскочил. Боже, пока стандарт подать. Сейчас застревает мяч в штрафной удар. Это гол! И это 3-2 Арсенал. А один отыграли, один в уме. Стандарты работают сегодня, но кто бы мог подумать, правда? Ну, как будто бы брат-близнец первого гола, да, немножечко такой? Да, и как раз после гола двойная замена. Каенов вместо померка действительно. Мы же ждем повтора, дабы разобраться, к чьему было касание решающим. А не Геи или Григалава? Кирилл Панченко сейчас подбежал к Александру Александровичу Старожуку. По-моему, Григалава. Нет, это Иван Козлов. Насыров обыгрывает Султонова. Насыров подача. Уэсли НАТО подставляет голову. И свисток финальный. 3-2. Вторая подряд победа Московской Родины. В 2023 году. Волевая победа в Туле. В тяжелейших погодных условиях. На тяжелейшем газоне. Очень сложный матч. Очень сложная игра. Очень вкусная игра. Действительно.